Вы не можете взбунтоваться против газеты «Правда», потому что там, где у вас есть государственная цензура и газета «Правда», у вас нету тех щелей, через которые проберется какой-то симпатичный или не симпатичный, но, главное, новый вам человек. Михаил, добрый вечер. Раз мы уже затронули тему корпорации, я хочу вас спросить про тему, которая достаточно актуальна сейчас, особенно в связи с прошедшими выборами. Бигтек, то есть так называемые гиганты в сфере социальных сетей и вообще IT. Сейчас данные сети, Facebook, Twitter, Google, YouTube, по сути, имеют монополию на все социальное пространство в интернете. И мы знаем, что вся нынешняя политическая дискуссия, то есть борьба за новые какие-то политические умы, культурная война, все это проходит именно там. И мы также знаем, что главы этих корпораций, Марк Цукерберг, Джек Дорси, у них у всех есть определенные политические взгляды, которые они проталкивают через эти платформы. То есть правые, вне зависимости от того, насколько вы правы, то есть у нас есть Ник Фуэнтос, ультраправый, у нас есть Ричард Спенсер, ультраправый, которые эти платформы вычеркнули отовсюду, да. Но у нас также есть абсолютно базовый консервативный канал, PragerU, американский, и его видео, также Shadow Bennett, также в поиски высоко не выводят и так далее, и так далее, и так далее. И, следовательно, никакая культурная война, никакая борьба за политические умы со стороны правых, она в интернете невозможна. И какова ваша позиция? Должны ли быть какие-то регуляции со стороны государства в отношении бигтека? Потому что типичная либертарианская позиция заключается в том, что у них есть соглашение с пользователем, там пользователи соглашаются на то, что корпорация может проводить любую политику, и поэтому это, собственно, нормально. Но в реальном мире мы видим, что... Я понял ваш вопрос, спасибо, это хороший вопрос. Я, на самом деле, затрагивал его несколько раз на предыдущих стримах, последних, которые у меня были. Смотрите, вы правы, когда выносите диагноз там политической повестки, которую двигают существующие большие корпорации, но вы немножко не правы относительно того, откуда у них в их руках концентрируется такая обилие власти. Оно как раз концентрируется потому, что новым корпорациям сегодня произошел вот этот вот сговор, слияние корпораций и государства снова. На самом деле, у марксистов некоторые процессы описаны совершенно точно, они просто выводы из них абсолютно ложные делают. Да, действительно, происходит сливание корпораций и государства, неминуемые. Они сегодня существуют в США в синтезе. Именно этот синтез с государством делает их несменяемыми. Если мы посмотрим на историю последних лет, что способствовало концентрацию власти в их руках? Способствовали государственные регуляции, которые раз за разом создавали все новые и новые препоны по выходу новых игроков на рынок, в том числе социальных медиа. Это началось с 2016 года. На самом деле, чуть раньше. Мы помним, когда произошел первый бунт, когда произошел исход из Реддита, когда корпорации впервые показали свои зубки и что у них есть политическая повестка, которую они намерены двигать. Начали появляться альтернативы. Сначала Реддиту, потом начали появляться альтернативы Патреону, когда на Патреоне начали бальнить правых инфлюенсеров, изгнали Майла Янополиса, Дэйва Рубина. Очень многие ушли из Патреона тогда. Появилась альтернатива Хатрён, появилась альтернатива ГАП, и как именно их задушили? Вы помните? Их задушили точно так же, как сейчас, прошу прощения за ассоциацию, душат Порнхаб. Когда государство начинает угрожать транзакциевым компаниям за то, что они обслуживают ресурс, который является нежелательным, транзакциевые компании отказываются обслуживать этот ресурс, то есть становится невозможно монетизировать свою работу, становится невозможно помогать людям деньгами, которых ты поддерживаешь. Ресурс становится мертворожденный. Так задушили Габай, его несколько раз гоняли по хостингам из-за государственного преследования и жалоб. Их отключили от транзакциевых систем, из-за чего они не могут монетизировать работу людей, и они становятся непривлекательными. Государство вмешивается в их работу. То же самое произошло с Хатрён, которые лишили возможности работать с Visa и MasterCard. То же самое будет происходить с любой системой, которая попытается составить конкуренцию с сложившемуся статусу КВО. Это очень хорошо понимает Джек Дорси, это очень хорошо понимает Марк Цукерберг. Посмотрите, что происходит с Павлом Дуровым, как его преследуют в Соединенных Штатах. Это же не просто так. Мы помним это дело, которое проводилось против Тона. Это был способ монетизации Телеграма, в том числе, потому что Телеграм все не обладает способами монетизации. Была попытка монетизировать его с помощью криптовалюты, и американский суд сказал, что нет. Если вы пытаетесь это сделать, мы вообще вам все счета заблокируем и не позволим вам функционировать в принципе, объявим вас в розыск. Почитайте это дело. Павел Дуров очень хороший текст об этом написал. Важный для меня лично, но не расскажу почему. Государство вмешивается. И когда вы пытаетесь найти в государстве защиту от этого, вы делаете его только сильнее. Я начал сегодня стрим как раз с того, что описывал эти процессы. Потому что что, чего вы добьетесь, когда вы сконцентрируете власть в руках государства? Даже тех разногласий, которые сегодня существуют внутри, между корпорациями, их не останется. Потому что государство будет уже единолично. Не с помощью консенсуса между Джеком Дорси, Марком Цукербергом и Биллом Гейтсом. Это уже будет не результат работы консенсуса, который все равно лучше, чем единоличное решение. А единоличное решение государства по цензуре это гораздо страшнее. Да, неприятно, когда корпорации сливаются с государством. Да, неприятно, когда банят в Твиттере. Да, неприятно, когда банят в Фейсбуке. Да, неприятно, когда Reddit закрывает твой паблик. Но куда неприятнее, когда все это делает государство. И оно запрещает уже лично тебя, лично твои взгляды. И это абсолютно неминуемо. Результат государственной цензуры, которую вы сами создадите, и когда наделите его инструментами вмешиваться в политику корпорации. Вы лучше требуете от государства ослабить регуляции на транзакционной компании, не мешать людям выходить на конкурентный рынок, потому что именно тогда власть и Марка Зугерберга, и Джеффа Беза с другим занимается, и Джека Дорси будет таять на нашем глазах. Хотите репутку какую-то последнюю? Быстро, без микрофона, скажите, я повторю. Это вообще элементарно. Вопрос звучал следующим образом. Попросили привести пример, как государство представляет большую опасность для политической жизни. Очень просто, элементарно совершенно. Там, где Твиттер вас забанит, а Патреон закроет ваш аккаунт, государство запретит вам нанимать тех людей, которых вы хотите нанимать. Посмотрите, что происходит в той же самой Норвегии, в той же самой Швеции. Вводятся квоты. Просто ты, в принципе, не имеешь права даже рассматривать ситуацию, в которой ты мог бы нанять не 60% мужчин и 40% женщин. Например, даже наоборот. Там какую-то женщину недавно штрафовали. Довольно забавно. Там слишком женский коллектив был. Я могу сейчас страну помнить, напомнить мне, о ком речь? Где? В Париже, да, во Франции эти квоты. Государство ввело квоты. Понимаете, что Фейсбук не может ввести квоты? Кого вам нанимать на руководящую должность в вашем бизнесе? А государство может. Это страшнее. Как государство убило политическую карьеру человека? Да, оно просто не позволяет им появиться. Оно сажает в тюрьму, если вы говорите что-то неудобное. Оно не позволяет вам работать, элементарно, да? Вопрос о том, чтобы YouTube испортил политическую карьеру Нику Фуэнтесу и Ричарду Спенсову. Давайте я вам проще скажу. Если бы не было YouTube, вы бы эти фамилии просто не знали. Просто вот на таком уровне, элементарном, вы бы их просто не знали. То, что они появились, это результат того, что власть была децентрализована между социальными сетями, и они там сквозь щели каким-то образом протиснулись, потому что огромное количество скандалов, которые сегодня возникают в результате СМИ, вы о них узнаете почему. Потому что вот эта вот монолитная стена, контролировавшая публичный дискурс, она рухнула совсем недавно. Это произошло на наших глазах в последние 10 лет. Мы помним там Геймергейт, это был такой большой бунт против установившихся журналистских специальных интересов, да? Этика в журнализме. Весь бунт против традиционных медиа возник как результат появления новых медиа. Джек Дорси, Фейсбука, Марка Цукерберга, Реддита и так далее. Это они сбунтовались. У вас бы шансов сбунтоваться сегодня не было, если бы эти корпорации не появились. Потому что если бы все существовало, как и раньше, если бы все существовало под контролем государства, газета «Правда», вы не можете взбунтоваться против газеты «Правда», потому что там, где у вас есть государственная цензура и газета «Правда», у вас нету тех щелей, через которые проберется какой-то симпатичный или не симпатичный, но, главное, новый вам человек. В этом, конечно, опасность государства гораздо большая, чем опасность, которую представивают большие корпорации, которые тоже ничего хорошего. Об этом мы с вами сегодня поговорили. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. Субтитры создавал DimaTorzok